Здравствуйте, это время арт. Говорим о знаковых культурных событиях нашего города. 25 февраля в Витебске прошел Супрем Шторм. На этот раз ночной мультижанровый фестиваль собрал более 300 участников – художников, дизайнеров, перформеров, музыкантов, диджеев и артистов. Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств показали пластический спектакль «Василий Кандинский без запятых». Подробнее о проекте премьер и экспериментов сегодня в программе «Время арт». Спектакль «Василий Кандинский без запятых» – это пластический спектакль. И у него нет такой повествовательной формы, четкой, при которой зритель будет сидеть и все понимать, кто такой Кандинский и, в общем, чем он занимался. Поэтому всегда перед спектаклем я предупреждаю в микрофон зрителя – отключите разум, отключите логику, включите, пожалуйста, сердце. И тут нужно чувствовать. Почему? Потому что спектакль о любви. Художник всегда одинок. И художник-творец. Он находится всегда в поиске. В поиске себя, своего собственного пути, в поиске человека и дела, которым он должен заниматься. И в поиске человека, который откликнется, зрителя своего. Этот спектакль вырос из истории, любовной истории, связанной с Кандинским. Ему было 50 лет, Нине Андреевской было 18 лет. Она позвонила ему по телефону для того, чтобы выполнить чье-то поручение. И так случилось, что это был звонок судьбоносным. Потому что Кандинский так отреагировал на ее голос, что попросил непременно о встрече. Встретились они спустя только месяц. Но, положив трубку, Кандинский тут же написал полотно посвящения этому голосу. Нина Андреевская стала после его женой. Вот. И все, что спектакль наполняет, это все то, что случилось с ним до этого звонка. Он как бы живет в преддверии этого звонка, поэтому леет мотивом все время звонок телефона. И все люди, которые его окружают, это люди, которые наполняли его жизнь. Различные мысли его, фантазии, поиски и так далее. Это не иллюстрация. Это ощущение от того, как он прожил жизнь и чем он занимался. Субтитры подогнал «Симон»